Всем привет! Меня зовут Поля. Добро пожаловать на мой канал, если вы все еще со мной не знакомы. И сегодня случается исторический момент. Я первый раз в своей жизни буду снимать летсплей на Sims 4. Безумно, напишите в комментариях, кстати, играли ли вы уже в 2020 году в эту нашумевшую игру, точнее сказать, нашумевшую часть Sims 4. Вот. Я последний раз играла именно в Sims 3, наверное, лет 5 назад, если не больше. И сегодня я решила, что сниму такое видео, где мы будем вместе со мной, где вы будете вместе со мной создавать моего парня. Я, конечно же, сейчас здесь прикреплю фотографии, чтобы вы понимали, кого мы будем создавать, какого персонажа мы будем создавать. Я надеюсь, что у меня все получится. И держим за меня крестики. Обязательно оставайтесь со мной. Это видео больше такой расслабляющий, развлекательный контент. Здесь нет ничего такого полезного. И просто можете вечером включить, как сейчас, я надеюсь, что вы это вечером смотрите, взять с собой чашечку чая, кофе или воды, или каких-нибудь вкусняшек на карантине, и расслабиться, наконец-таки убрать уроки, убрать всю учебу и посмотреть, как я буду создавать Лешу, грубо говоря, в Sims 4. Привет! Хотите создать мою историю? Давайте сначала пройдем тест, ну давайте хорошо пройдем тест на характер. Кстати, в Sims 3 такого не было. Начнем с простого. Мой возраст. Молодой, получается. Какие ценности я буду прививать ребенку? Творческий потенциал, 100%. Когда я прохожу опрос, я выбираю ответы. Леша выбирает ответы наугад. Насколько я хочу присутствовать в жизни ребенка? Леша хочет вырасти чемпиона 100%. Леша, привет, если ты смотришь. Вечерами я люблю планировать новую пакость. Хорошо, пусть это будет смотреть на звезды, потому что тут остальное не подходит. Вы верите в магию? Ну, не знаю. Первое. Напишем. На общественных мероприятиях тот, кто приносит гитару. В окружении детей я чувствую вдохновение. Мне попался надоедливый... А, не надоеденный бутерброд, но я знаю. Но я не знаю, чей он. Не буду обращать на него внимания. Нет, нам нужна девушка. Ой, парень. Какая красотка, не могу. Приятно познакомиться, приятно. Карьера бизнесмен. Ну, блин, мне не нравится такое. Давайте что-нибудь другое. Тут можно поменять, не знаете? Значит, мы меняем ей пол. А почему? А как менять? А, вот, я нашла. Так, это у нас мужчина. Здравствуйте, молодой. Не нужно надеть наушники. Нет, это Ниля. Ну, вот этот нормальный голос. Походка. Тут тоже надо выбрать. Мне кажется... Нет. Лёша ходит. Он немножко в припрыжку. Наверное, вот это вот. Это называется дерзкая походка. Окей. Давайте, наконец-таки, приступим к внешности. Понятно, что это вообще не Лёша. Мы сразу убираем бороду. Усы, борода, всё убираем. Глаза очень странные. Так, давайте начнём с лица. Лицо у нас будет, наверное... Вот. Точнее, цвет кожи. Я сейчас смотрю на телефоне брата. Фотку Лёши. Итак, смотрим. Особенности кожи. Как я помню, у него ничего нет. Да. У Лёши такая немножко взъерочная прическа. И она идёт на две стороны. Ну, в принципе, это больше подходит, чем что-либо. Я уже первый раз играла, и помню, какие тут были прически примерно. Но есть такая... Ну, такой, на самом деле. У Лёши не такие длинные волосы. Я не понимаю, почему здесь вот такие вот голубые волосы. Это седина или так покрашено странно. Окей, идём дальше. Усы, борода нам не нужна. Головные уборы пока что нам не нужны. Аксессуары. У Лёши есть одна серёжка. На каком ухе? А, тут же не сделать. По-моему, здесь нельзя сделать, чтобы было две серёжки. Ой, одна серёжка. Оу, даже не знаю. У него вообще крестик висит. Давайте повесим вот такой вот. Ну, why not, why not. И цвет выберем серебряный, я думаю. Окей. Так, очки. Косметика. Здесь ничего нету. Так, переходим к бровям. Смотрим. У Лёши такие вот практически как у меня, но у него всё равно немножко другие. Почему тут они все какие-то женские, как будто бы накрашенные? Так, оставим такие. Теперь нужно сделать глазам. У Лёши, на самом деле, тоже такие узкие. Вот у меня, он говорит, что у меня очень широкие, как у младенца. А у него достаточно глубокие, и из-за этого узкие получаются. Вот такие вот, я думаю, оставим. Теперь к носу. В принципе, у него практически такой же. Вот такой, наверное. У него он не прямо большой нос, поэтому оставим обычный. Прям таких каких-то выраженных особенностей у него нет. Поэтому оставляем обычный. Губы, 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 губы. У него нижняя губа достаточно толстая. Смотрим, смотрим, что у нас здесь имеется. Я же, блин, дурочка. У него же глаза-то не карие. Я привыкла, что я всегда ставлю на свои глаза. То есть у меня карие, а у него нет. У него такие серо-голубые. Сейчас посмотрим. Так, оставим вот такие вот глаза, потому что больше тут никакие не сделать. И мне не нравятся скулы. Сейчас мы их переделаем. Жалко, что здесь нельзя создать взрослого подростка. Потому что, ну, блин. Может быть, волосы выбрать другие. Я сначала выбирала вот эту прическу, но она не очень характеризует. Характеризует. Окей. Вау. Остановимся все-таки, наверное, на этой. О, боже. Теперь нужно будет сделать ему нормальное тело и привести в порядок его гардероб. А я сейчас пока пойду на обеденный перерыв. На ужин, точнее. И скоро к вам вернусь. Я вернулась. У меня есть буквально 15 минут, чтобы быстренько разобрать Лешин гардероб. Потому что потом я пойду готовить шоколадные печеньки. И буду все это снимать в сториз. В инстаграме. Итак, давайте разберемся сначала с телом. Можно, пожалуйста, убрать всю одежду? Звучит очень странно, но нам это нужно. Ну, ладно, вот так вот оставим. Итак, голый Леша в студию. Здравствуйте. Не смотрите. Шучу. Блин, мне кажется, что что-то не так с лицом. То есть какая-то непонятная. Ладно, представим, что это взрослый Леша. Хорошо. И он у нас еще колдует. Итак, начнем с обычной повседневной одежды. Ой, тут надо много выбирать. Давайте я выберу не всю. Я выберу повседневную. Спальную. То есть в чем спать. Также лето. Зима. И еще праздничную. И все, на этом мы с вами закончим. Ой, не. Вот это прикольно. Да, вот это мне нравится. Так, цвет. Ой, какой милый. Супер. Мне нравится. Ой, вот это прикольно. Это в таком стиле Леши. Отлично. Супер. И самое сложное всегда это найти нормальные брюки. Потому что они здесь максимально странные, убогие, непонятные. Вот так вот. А теперь срочно убираем ботинки эти на какие-нибудь кроссовки. Он меня достал двигаться. Это уже, кстати, больше похоже на Лешу, согласитесь? Я молодец. Прикольно, да, мне нравится. Такой взрослый Леша. Потому что сейчас он все равно выглядит не на свой возраст. Ну, представим, что здесь ему 26. Итак, хорошо, идем дальше. Костюм, господи, что за пилот. Ладно. Здесь мы выберем ему какой-нибудь, конечно же, костюм. Допустим, на какой-нибудь свадьбе со мной. Он достал меня колдоваться, реально. Надо было самой выбирать характер. В общем, оставим вот такой вот брутальный черный. И сюда тоже какие-нибудь... А, здесь только обувь такая, поняла. Окей. Срочно убираем эту фуражку. Она нам не нужна. Главное уборы убрать. Вот это уже лучше. Согласитесь. Так, может быть, цвет, конечно, поменяем. Мне кажется, вот такой по-прикольнее. Может быть, и нет. Не знаю. Ой, нет, голубой точно нет. Серый нет. Либо вот такой. Либо вот такой. Наверное, вот такой. Ставим классику. Черный. Хорошо, дальше идем. Ночное белье. Прекрасная, красивая пижама. Вау, просто. Так, всю одежду убираем. Тапки тоже. Выбираем Лешу. Звучит странно, но... Отличные. Мне нравятся. А-а-а-а, я ору. Блин, что-то какие странные. Вот. Я нашла самые лучшие трусы. Ну, блин, это какие-то спортивные шорты. Ну, ладно, придется эти оставить. Ну, конечно, покоричился со спальной одеждой, потому что здесь особо выбирать нечего. Ой, вот такие вот тапочки оставим. По-моему, это идеально просто. Вау. Так, для праздника мы не будем выбирать. Купальные костюмы тоже не будем. А, я хотела еще спортивную. Давайте, правда, спортивную выберем. Итак, что касается спортивной одежды. Тут, конечно, тоже выбора у парней не так много. То есть, как он будет в этом тренироваться? Это же очень жарко. Ох. Я нашла все. Это идеальный вариант. Это идеальный вариант. Так, значит, он достал мне вот это вот делать. Сколько можно уже колдовать? Я не выбирала себе волшебника. Хорошо. Пока что оставим майку. Какую-нибудь белую. И сейчас выберем штанцы какие-нибудь. Треники. О, вот топовые. Вау. Все, бомж стайл. Оказывается, со штанами тоже дела плохи. Например, я подумала, это юбка. Но это не юбка. О, вот эти вот, кстати, больше похожи. Но мне не нравится теперь эта майка ужасная. Тогда придется надевать ему какую-нибудь кофту. Допустим. No, no, no. Вау. Вот эта майка просто... Сами мы, я думаю, поняли все. Чувствую, я ничего не найду в этой жизни. А давайте выберем футболку. В кавычках. Прекрасно. Я предлагаю выбрать аксессуары и какие-нибудь часы. Кстати, да, мы забыли про аксессуары. Кроссовки еще нужно поменять. Почему-то мне нравятся вот эти, как будто бы адидасовские. Они как-то классно смотрятся. Прям похоже на Лешу. Ну, короче, вот так и ставим. Так я вижу. Из тех костюмов, которые нам предложены, это хоть что-то нормальное. Так, теперь выберем жаркую погоду. Вау. Супер костюм. Вот эта пола прикольная. Мне нравится. Можно даже розовое поставить. Почему нет? Это получается просто жаркая погода, да? Жаркая погода. Какие-нибудь такие штаны, может быть. Вот, в шлепках его ставим. Нет, на самом деле он даже в жару ходит в кроссовках. Поэтому оставляем ему кроссовки. А еще давайте сделаем очки. Предлагаю надеть ему очки. То есть нам нужно... Он реально достал меня уже колдовать. Реально достал. Так, находим очки. Какие-нибудь крутяцкие, такие солнечные. Вау, как красота. И теперь холод. Ну, тут, конечно, получше, но все равно не очень. Предлагаю ставить его в этом свитере. О, это супер мило. Давайте представим, что это новогодняя одежда. Ну, не новогодняя, а такая зимняя уже. Да, ближе к Новому году. Так, обувь. О, какие вы большие. Леша даже зимой ходит в кроссовках, чтобы вы знали. Вот, правда, чтобы вы знали. Вот такой вот модный. А, ну ему еще надо шапку. Шапку. А, вот такой вот. Леша в такое ходит. Супер, мне нравится. Капец, это супер мило. Вот этот наряд самый классный, мне кажется. Самый модный и реально очень похож на Леша. Просто копия. Конечно, лицо мне не устраивает, что оно слишком взрослое. Может быть, нам еще что-нибудь поменять. Может быть, подбородок другой чуть-чуть сделать. Не знаю. А может быть, я сейчас подумала, может быть, ему надеть шапку. То есть, он часто ходит в ней. Так, сейчас мы сделаем какой-нибудь портрет. Я куда-то нажала, и у меня началась игра, собственно. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно внизу оставляйте в комментариях, похож ли Леша сам на себя. Потому что, да, он здесь выглядит намного старше. Но у меня не было выбора, сами понимаете. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Продолжение следует...